Настоящий праздник красоты и вкуса. В Иванове прошел традиционный конкурс кулинарного искусства. Участники в будущем профессиональные повара, в настоящем студенты профильных колледжей. В этом году состязание посвящено 75-й годовщине создания в стране системы трудовых резервов. Тема «Горжусь своей профессией». В номинации «Поварское искусство» 19 участников. Еще 15 человек состязаются в конкурсе кондитеров. В Иваново приехали профессионалы своего дела из Ярославля Владимира Вологды. Оценка формируется из двух составляющих. Презентация домашнего задания и конкурс мастерства, который проводится впервые. Участников поваров 20 минут и определенный набор ингредиентов. Вареные овощи, колбаса, сельдь. Блюдо должно быть красивым и вкусным. Я приготовила холодную закуску. Вареная колбаса с гарниром. Готовится просто. Нужно это все сделать за время и аккуратно вывести. Нужно смотреть. Члены жюри проверяют, как участник владеет кулинарными инструментами, как умеет собраться в критической ситуации и представить свое блюдо. Ингредиенты одинаковые, а вот взгляд на них у каждого свой. После приготовления – контрольное взвешивание. На весах должно быть в идеале 150 граммов. Временной режим тоже определенный. И поэтому здесь и присутствует быстрота, и самоподача. Вес тоже определенный дается. То есть они должны уже взглядом своим оценить, чтобы не было ни перебора, ни недобора. То есть чтобы мы не обманули клиента. И в то же время, чтобы уже рука должна быть набитая. На столах участников кондитеров настоящие шедевры. Торты и пирожные, украшенные шоколадом, кремами, мастикой. Такие блюда даже резать жалко. Настолько они хороши. Валерия – студентка третьего курса Ивановского колледжа пищевой промышленности. Три тортика на конкурс пекла и украшала сама. Внутри бисквит, пропитанный сиропом и сливочно-заварной крем. Называется профессиональный калейдоскоп. Технология производства отскакивает от зубов. Я сначала готовила бисквит. Выпекала, яйца соединяла с сахаром на водяной бане при температуре 40 градусов. Затем соединяла крахмал с мукой. Все это взбивала в избивальной машине 15 секунд. Потом выпекать при температуре 210 градусов 50-60 минут. Члены жюри внимательно слушают рассказ участника. Проверяют, сам ли готовил или помогали наставники. Выставляют оценки за подачу, презентацию, эстетический вид продукта. Ну и, конечно, за вкус. Работа Валерии вызвала у профессионалов сомнения. Пробуем, конечно, потому что оценить органолептическую оценку, дать, без того, что попробовать, невозможно. А потом иногда, вот сейчас у предыдущих, она рассказывает о том, что у нее, предположим, абрикосы. А там не абрикосы, там бананы. Сразу возникает вопрос, а кто же это делал? Конкурс в этом году максимально усложнили. Критерии оценки приближены к мировым стандартам. Члены жюри, шеф-повара известных ресторанов считают это необходимым, ведь участники создают имидж профессии.